Почему вода кипит при 100 градусах, а растительное масло при 160? Казалось бы, многим ответ покажется совершенно очевидным, однако на деле этот вопрос до конца не изучен. По сути, процесс перехода воды из жидкого состояния в газообразное, пар, рассматривается в термодинамике уже более века. Ученые Казанского федерального университета в настоящий момент работают над исследованием фазового перехода органических веществ. Команда из четырех студентов и двух аспирантов уже смогла достичь результатов, изменивших представление мирового научного сообщества о некоторых значимых аспектах этой области. Мы уже в течение восьми лет исследуем термодинамику фазовых переходов органических неэлектролитов. В принципе, на кафедре физической химии эти исследования начались еще раньше, и мы сочетаем экспериментальные методы термодинамики фазовых переходов с идеями, опять-таки, экспериментальными методами термодинамики растворов. На базе лаборатории ведется серия исследований. Носят они прежде всего фундаментальный характер. Сейчас исследователи научились предсказывать параметры испарения химических веществ. В своем подходе они делают акцент на физическом смысле используемых моделей – выявлении закономерностей. Нужно это как минимум для того, чтобы упростить работу коллегам. Иногда при необходимости рассчитать параметры химических веществ приходится на протяжении нескольких месяцев проводить эксперименты, тратить на это время и деньги. Также использование метода предсказания может значительно удешевить производство, к примеру, тех же мониторов. Сейчас всего около 40% дисплеев производится на основе органических веществ. Для эффективного использования таких материалов необходимо понимать их характеристики. В принципе, цель у нас такая, что предсказание действительно можно было выполнить на бумаге, буквально посчитать с калькулятором на бумаге по структуре молекулы. Конечно, часть расчетов можно проводить и на компьютере, как-то автоматизировать эти процессы. Часть, наиболее сложные какие-то физические явления у нас можно предсказывать гибридно. Отметим, что результаты исследования представлены в журнале Journal of Molecular Liquids. Сами исследования ведутся при поддержке грантов Российского научного фонда, а также программой приоритет 2030. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.